Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, сегодня я сравню флагманы от компаний Apple и Xiaomi, а именно iPhone 13 против Xiaomi 11T Pro. Так как эти смартфоны получили самые топовые характеристики, то и сравнение получилось очень захватывающим. А досмотрев это видео до конца, вы сможете узнать, сможет ли Xiaomi в очередной раз уделать яблочников, и вообще, стоит ли переплачивать за iPhone 13. Кстати, итог меня очень сильно удивил, поэтому давайте не трать время не зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя, честно сказать, это удивительно, лайк помчали. Ну и чтобы вы понимали, насколько эти смартфоны отличаются по цене, давайте с вами так быстренько пробежимся по стоимости. И значит так, за обычный iPhone 13 сама Apple просит 800 долларов, ну а некоторые, например, реселлеры в бывшем СНГ и Украине уже поставили цену примерно в 1200 долларов, и это за базовую комплектацию. В то же время глобальную версию Xiaomi 11T Pro можно купить за 600 долларов. А это говорит о том, что за цену iPhone можно купить не только новенький 11T Pro, но еще и вообще все прибамбасы, которые есть, начиная от пауэрбанка и заканчивая, не знаю, там, страховкой. Так что сейчас мы с вами разберемся, есть ли преимущество у тренажки, или все-таки Xiaomi 11T Pro порвет новый флагман от Apple. Смотрите до конца, потому что будете удивлены. И по традиции я начну с комплектации. И вы знаете, в случае с Apple тут все очень просто, я бы даже сказал бедно. И значит так, вместе с iPhone 13 вы получаете провод для зарядки, скрепку для изъятия сим-карты, ну и разные там бумажонцы. И думаю, на этом этапе уже нет вообще никакого смысла критиковать Apple, потому что если комплектация и поменяется, то только в худшую сторону. Ведь через пару лет из коробочки могут убрать даже кабель питания. И вот вы знаете, чем-то все-таки я с ними согласен. Потому что новый iPhone покупают не для того, чтобы звонить, а для того, чтобы пафосно доставать из кармана. А для этого же зарядка не нужна. У Xiaomi же комплектация уже куда интереснее, потому что вместе с 11T Pro вы получите провод Type-C, а также еще и большой мощный блок питания для зарядки на 120 Вт. Ну и конечно же в коробочке вы еще и найдете силиконовый чехольчик, который защитит ваш телефон от там разных падений, царапин, ну короче и других неприятных случаев. Короче говоря, этот кейс, знаете, как подштанники в минус 40. Короче, вещь незаменимая. Потому что можно сказать, что Xiaomi 11T Pro действительно укомплектован по-флагмански, в отличие от iPhone 13. И учитывая, что это два новых смартфона, подход Xiaomi однозначно лучше. Потому что ближайшие пару месяцев вам реально будет сложно найти новый чехол для 11T Pro и iPhone 13. Ну и ясное дело, что можно это все заказать и с Алика, но даже в таком случае вам придется ждать чуть ли не месяц, когда этот чехол прилетит из Китая. Ну и после того, как мы с вами увидели наполнение самих коробок, давайте же посмотрим на сами смартфоны. Это же самое интересное. Ну и будем честны, оба телефона смотрятся отлично, потому что даже iPhone 13 со своим уже устаревшим дизайном выглядит стильно и узнаваемо. Если вам нравился предыдущий iPhone, то и этот вам тоже точно понравится. Ведь здесь также используется металл и стекло, и только челка на передней панели стала чуть меньше. А, ну чуть не забыл еще и про основную камеру, у которой объективы теперь стоят диагонально. Ну, видимо, дизайнерам Apple, как говорится, было параллельно, раз они потрудились только на диагонально. Правда, в минус iPhone 13 можно также записать вот эти вот острые торцы, которые мучают пальцы людей уже второй год подряд. Ну, а любителям, например, попантоваться, тем не понравится, что iPhone 13 вообще не отличается от iPhone 12. Так что теперь перед тем, как заходить в маршрутку, тебе надо сделать вид, что ты с кем-то разговариваешь и говорить, «Да, купил себе последний iPhone». И пускай, конечно, 11 Pro внешне напоминает другие смартфоны компании, но все равно выглядит он посвежее. Ну, как минимум потому, что блок камер здесь выполнен более аккуратно, чем в других флагманах компании. Ведь он особо не выпирает и не занимает четверть задней крышки, как в том же Mi 11 Ultra. Вообще, короче, сзади смартфон действительно выглядит хорошо, и даже для многих он будет лучшим вариантом, потому что попросту не имеет вот этих вот острых граней. Да и спереди 11 Pro выглядит неплохо, ведь смартфон получил дисплей с тоненькими рамками и очень маленьким вырезом для фронтальной камеры. В отличие от челки iPhone 13, она уже не так сильно бросается, например, в глаза во время просмотра видео. Все же отмечу, что Xiaomi 11 Pro получился большим смартфоном, и по габаритам он даже тяжелее и толще iPhone 13. Да и диагональ дисплея у смартфона от Xiaomi тоже больше. Так что если вы, например, ищите легкий и компактный телефон, то iPhone подойдет вам больше. Ну а если вы ищите не только звонилку, но еще, например, пресс для приготовления цыпленка-табака, то тогда вам 11 Pro отлично подойдет. А учитывая, что сейчас чаще всего мы смотрим видео, там общаемся и играем именно на смартфоне, иметь большой дисплей куда круче, чем маленькие габариты. К тому же экран 11 Pro получил такие фишки, которые отобьют вообще любое желание покупать iPhone 13. И на первый взгляд, кстати, может показаться, что разницы между экранами смартфонов нет, потому что оба дисплея схожи по характеристикам и отличаются только диагональю и разрешением. И даже светопередача на обоих смартфонах плюс-минус одинаковая, потому что здесь похожий тип матриц и картинка везде контрастная и сочная. Так что да, отличия минимальны. Даже вот держа оба смартфона в руках, вы вряд ли заметите разницу. Надо быть, знаете, таким человеком-пауком. Ну, не в том плане, чтобы прыгать по стенам, а просто иметь 8 глаз. Ну, и вы знаете, казалось бы, все хорошо. Выбирай, что больше нравится и не пальцем. Но если копнуть глубже, то вспоминаешь цену смартфонов, и что 11 Pro получил дисплей с частотой 120 Гц. Так как напомню, что обычной 13 поддержки вот этих вот 120 Гц нет, потому что вот эту вот фичу Apple завезли только для Pro моделей. Так что если вас, например, устраивает производительность вашего iPhone X или там iPhone 11, и вы все-таки думали обновляться до iPhone 13, то я считаю, не стоит. Ну, как минимум потому, что вы за меньшие деньги сможете взять, например, iPhone 12, который не особо-то и уступает новому поколению айфонов, там, в плане дисплея, камеры и даже, кстати, мощности. И да, я знаю, что iPhone 13 получил новый процессор, камеру, но вы знаете, досмотрев вот этот вот ролик до конца, вы поймете, что особой-то разницы и нет. Все же, если вы фанат Android, то e-каталог поможет вам быстро найти альтернативу iPhone 13. Ведь здесь есть удобный фильтр по характеристикам и цене, отзывы реальных людей и функция сравнения. К тому же еще e-каталог подскажет, где этот смартфон отдают дешевле всего. И самое крутое, что сайт не делает никаких наценок. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. А, да, кстати, в том числе и для Казахстана. Также еще отмечу, что 11T Pro работает на Android, а поэтому пользователю будет доступна такая подробнейшая настройка цветопередачи. Так что даже если вам, например, не нравятся насыщенные цвета AMOLED, то вы всегда их сможете сделать более мягкие. Так как на iPhone у вас будет только True Tone, который адаптирует цвета под окружение. Все же это не то же самое, что изменение цветопередачи на Android. Короче говоря, разница между iPhone 13 и 11T Pro, как между пингвином и павлином. Ну, а если говорить о дополнительных фишках, вроде там той же подэкранной камеры, или там с кадром отпечатка пальцев, то тут ничья. Потому что ни Xiaomi 11T Pro, ни iPhone 13 Pro Max не могут похвастаться этими фишками. Все же, учитывая, сколько стоит 11T Pro и что он может предложить пользователю, дисплей на смартфоне Xiaomi ощущается куда круче. Правда, вот если посмотреть на процессоры и производительные смартфонов, то становится не все так однозначно. И сейчас объясню почему. И вот, казалось бы, если Xiaomi даже на дисплее не стала экономить, то значит на хороший процессор денег точно не хватило. Но все же 11T Pro не мог бы называться флагманом, если бы не выдавал максимальную производительность. В итоге вот этот вот крепыш по характеристикам не уступает даже более дорогим флагманам. А в плане оперативной памяти даже обходит iPhone 13. Тем более напомню, что Apple даже в комплект блок питания не кладет. А тут вы говорите, дополнительная оперативная память. Ага, размечтались. И вот с одной стороны, в тестах новые чипы, вот эти A15 Bionic, заметно обгоняют Snapdragon 888. Все же надо понимать, что вот эта вот лишняя тысяча баллов не будет заметна в повседневном использовании. Ведь что 11T Pro, что iPhone 13 оснащены самыми мощными чипами и в реальности работают одинаково быстро. Но помните, что смартфон Xiaomi получил дисплей в 120 Гц, а значит он будет работать более плавно, чем iPhone. К тому же вот эта вот оперативка может сыграть еще и злую шутку с iPhone 13, потому что в 2021 году 4 гигабайта, ну это как-то мало. Ну и ясное дело, что в iOS решает всю оптимизацию, но все же в тот же 11T Pro ставят от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти. Так что смартфон явно сможет запустить больше программ одновременно. Например, вы можете загружать на смартфон одновременно и несколько новеньких игр, и писать своему начальнику, что вы заболели. Ну и ж удобно. Все же вы знаете, в целом оба телефона отлично себя покажут в ежедневном использовании. С ними вы можете, например, комфортненько полистать ленту Инстаграма, посмотреть видео в высоком качестве, ну и конечно же поиграть. Но вот флагман от Xiaomi может вот это все делать гораздо дольше. И вот почему. Кстати, если уже похолодало, а у тебя до сих пор в квартире не включили отопление, не нужно расстраиваться, не нужно одевать шапку, дубленку, шарф, ходить по квартире, а тем более еще и разводить в квартире костер. Просто зайдите на мой канал, включите любое мое видео, и не только приятно проведете время, но еще и отключетесь. Тем более от такого солнышка, как я, так вы же намного быстрее согреетесь, чем от батареи. Ай, не надо, не благодари, подписывайся. Так вот, продолжим. А все дело в том, что 11T Pro получил аккумулятор на 5000 мАч, который показывает себя лучше многих конкурентов. И даже если, например, полного заряда вам и не хватит на день, то с зарядкой на 120 Вт уже за какие-то жалкие 20 минут батарея снова будет заполнена на 100%. Да вы зарядку дольше по квартире ищите, чем он заряжается. И тут, конечно, iPhone немного отстает, потому что аккумулятор, пусть, конечно, немного увеличили, но вот мощность зарядки осталась на прежнем уровне. Но зато, например, у iPhone 13 есть беспроводная зарядка, и это не то, чтобы прямо какое-то огромное преимущество, но все-таки лучше, когда она есть. Это вот как, не знаю, как пачка пельменей в холодильнике. Рано или поздно, но по-любому пригодится. Ну и, наконец-то, пришло время поговорить о самой интересной части этого сравнения, а именно о камерах. И начну я, пожалуй, с iPhone 13, у которого есть обычная и широкоугольная камера. И в целом, вы знаете, особых каких-то изменений от прошлой модели тут нет. И вот эти вот фотоотличия нужно прям высматривать. Все же, например, во время ночной съемки видно, что камера iPhone 13 захватывает чуть больше света, и на кадрах остается чуть меньше шумов. Да, друзья, теперь далеко не каждая кошка так видит хорошо в темноте, как камера нового iPhone. Ну, а что касается видео, то здесь все как обычно хорошо. И iPhone все еще снимают одни из лучших видео в 4K 60fps. Ко всему, в новых моделях появился еще и кинематографический режим, который позволяет делать крутые видео с плавным переходом фокуса. Ну, честно сказать, вы вряд ли будете пользоваться вот этой вот технологией каждый день. Хотя, если вы, например, блогер, то оно, конечно, вам будет полезно. Но в остальном это так, знаете, поиграться и забыть. Короче, лично для меня это, знаете, вот как абонемент в спортзал. Ну, раз сходил ты, ну, два сходил, ну, три сходил. Ну, что туда ходить, если там ничего не меняется? Зачем продолжать? И вот по части камер у Xiaomi похожая ситуация. Ведь в этом смартфоне стоит тройной блок камер с главным модулем на 108 мегапикселей, ультрашириком на 8 мегапикселей и телемакро. Все же, конечно, телемакро тут по классике так себе, так что по факту, думаю, вы будете пользоваться только первыми двумя камерами. И вот что касается основного модуля, то Xiaomi поступила довольно-таки хитро и применила вот эту вот систему сжатия 9 пикселей в один. В итоге снимки получаются более четкими, яркими, да и цветопередача не лажает. К тому же смартфон делает на удивление отличные снимки ночью, а также еще умеет записывать видео в 8К. И я, конечно, не скажу, что Xiaomi 11 Pro выдает прям какое-то таки флагманское качество, но в целом я считаю фотки отличные. А если еще и ваша галерея забита фотками счетчиков за электричество и за воду, то, считаю, вам такой камеры вообще хватит с головой. К тому же еще и не стоит забывать, что за реальную, только за реальную цену iPhone 13 вы сможете себе купить два Xiaomi 11 Pro. И вот когда держишь уже этот факт в голове, то качество фото улучшается в разы. Даже, знаете, такие фотки хочется взять, распечатать и повесить на стену, на стену офиса компании Apple, да? Пусть знают, как умеют фоткать телефоны за вдвое меньшую цену. Ну и еще немножко расскажу про фронталку. И если вот вкратце, то с 11T Pro у вас будут получаться реально хорошие фотографии, но все же на iPhone ваш лицо будет более детальным. К тому же на iPhone фронталка поддерживает съемку видео в 4К, в то время как на Xiaomi ограничивается только 1080p. И еще, конечно, отдельно хочется похвалить 11T Pro за звук, потому что в этом смартфоне поставили динамики от Harman Kordon. И это не просто маркетинговая фишка, ведь звук у телефона чистый и громкий. Ко всему, у 11T Pro есть еще и сканер отпечатка пальцев, что в наше время, я считаю, куда удобнее того же самого Face ID в iPhone 13. Да я не всегда себя сам в зеркале по утрам узнаю, что уже говорить о телефоне. А палец же он всегда одинаковый. В итоге получается, что даже по характеристикам iPhone 13 уступает Xiaomi 11T Pro. Потому что дисплею китайцы круче, дизайн интереснее, а батарейка объемнее. И вот тут вот флагман может ответить только своим сверхмощным процессорам и камерам. Но все же Snapdragon 888 уступает A15 Bionic только в бенчмарках. А камера iPhone 13, пускай, конечно, и снимает лучше 11T Pro, но вот эта вот разница в 600 долларов все восстанавливает на свои места. Ведь если вы, например, сейчас пойдете вот просто в магазин, да, за новым iPhone, то готовьтесь выложить около 1200 долларов. А если еще и захотите взять версию на 256 гигабайт, то еще больше. Тогда как 11T Pro можно прямо сейчас заказать на Алиэкспресс за 600 долларов. Правда, конечно, телефончик вам придется ждать несколько недель, поэтому, чтобы скрасить время ожидания, обязательно посмотрите вот эти вот видео. И главное, помните, все самое интересное в коробке.